Помощь дали. Однозначно, то, что появился вертолет, то есть это уже говорило о том, что застава ведет бой, было известно. Сразу же после нападения на 12-ю из отряда для оказания помощи, вышла группа резерва из двух бронеколон, в воздух была поднята авиационная группа из нескольких вертолетов. Вертолеты в воздух поднялись по команде Василия Кирилловича Масюка, начальника погранотряда. Авиационная группировка руководила я. Взлет сразу был произведен с боевыми средствами подвески, но разрешения поработать по заставе, естественно, не было, потому что там было прямое боестолкновение, которое продолжалось до 12-ти часов ориентировочно 13-го числа. Резерв отряда начал движение где-то около 10-ти часов. До этого с пограничного отряда он добрался по горам до Иола. Как в любом перемещении боевых подразделений, впереди шли саперы. Самая большая трудность еще в данной ситуации создала то, что мы точно знали, что дорога минирована. Все по местам давайте. Быстро сейчас организовать. На все до 10 минут. Командир взвода. Командир взвода. Помощь была рядом, но подойти ей вовремя не было возможностей. Все, кто остался в живых на заставе, были ранены или контужены. Патронов практически не было. Тогда было принято решение пробиваться к 13-й заставе. Заставы, ровняйся. Остава спина. Оставшийся в живых находит перед вами. Заместитель начальника заставы лейтенант Мерзикин. Саживайся. Самая максимальная режима. Утром 13 июля группа медиков Душанбинского госпиталя получила команду срочно вылететь в московский отряд для оказания помощи. Ни о количестве раненых, ни о локализации ранений, тяжести состояния, никакой информации не было. Это пацаны, молодые пацаны, 18 лет, в том числе и ребята таджики, узбеки, для которых это не просто стресс, только что пришли с того свет. И мое мнение, что вся застава, вся 100% застава, это герои. Резерв отряда, ведя бой, продолжал движение к заставе. В бинокль хорошо были видны строения заставы, охваченные огнем. Горели трава, деревья. В районе где-то 5-6 часов, когда уже начало смеркаться, мы подошли к самой пограничной заставе. То, что мы там увидели, конечно, трудно передать словами. Это 22 июня 41-го года. Точно так же и 13 июля 93-го года. Застава дралась до тех пор, пока у нее остался хоть один патрон. Раненых ребят вертолетами привезли в санчасть отряда. Их ждали. Самое страшное, говорила фельдшер Наталья Жданова, которая встречала ребят, это ожидание. Отправили первых.